Работаем, блин, давай! Чё, б***ь, обьёт? На метан подсела! Ну, я тигряна точит. Сто пудово. Давай, работай! Гарри Поттер плохой мальчик. Дорогие зрители, всем привет! На нашем сайте уже идёт смс-голосование. На рейтинг участников между парнями и девушками. Спешите за них проголосовать. Ведь никто не хочет стать лузером и слететь с нашего проекта. И учтите, организаторы оставляют за собой право спасти кого-то из участников, кого вы, наши дорогие друзья, решили слить своими смс-очками. Но голосуйте, они так ждут вашей поддержки. Голосуйте, друзья! На нашем сайте в теме 3.ру. Ждём! Вы смотрите фитнес-реалити-шоу «Теперь ты в теме 3. Новая жизнь». С начала подготовки прошло уже три недели. Все участники стараются каждый день улучшать свою форму. В этом им помогают спонсоры проекта, которые поставляют питьевую воду, спортивное питание и полезную еду. Ребята, привет! Привет! Буэнзиес! Хэллоу-хэллоу! Так, вы что, вместе живёте, что ли? Ну, практически на одном этаже. Он на втором, на первом. Как сказать, слушай, ну, такое чувство, что вы парочка... Твикс? Так-так-так! Парочка братик-братик. Ну да, вы похожи. Ну, на самом деле, да, мы сплотились с первого дня проекта. С первого дня рождения как бы нас разъединили. Вместе тренем. В дружной команде. Вместе друг друга помогаем. Вместе тренем. Сегодня свою подготовку нам покажут три команды. Тренеры команды «Левел Апп» уделили много внимания позированию и тренировке. Давайте посмотрим, как это было. Как говорится, утро начинается не с кофе, а утро начинается с кардио на голодный желудок. С приёмов спортивного питания от фирмы «Левел Апп». БЦА, протеин, кардио натощак. Да, обязательно селфи в Инстаграм с хэштегом «Левел Апп». Тренер команды «Левел Апп» Минина Лариса Сергеевна. Став занятий с 2010 года. Участниками проекта характеризуется как добрая и внимательная наставница. Мастер спорта международного класса по бодибилдингу. Двухкратная чемпионка России по бодифитнесу. Призёр чемпионата мира по бодифитнесу. Аня, итак ягодицы уже накачала. Сегодня у нас верх. Верх отстаёт, идём делать спину. Программа «Наверх». Тритепс, спина, плечи. Алена сейчас закончит, и у нас пуловер. Более вдумчивая. О, привет. Подстраховать кого-нибудь? Да, ты пригодишься. Что делать, ты скажешь? Берёшь Алену на контроль и считаешь 20 повторений, контролируешь напряжение в мышцах. Правильно она делает. Отлично. Коля, ты берёшь на контроль Алену, на тебе ответственность. Я пойду девчонкам дам задание. Любимчики? Ну, так как я замужем, любимчиков нет. Девочки, у нас сегодня по плану вверх. Вика, тебе задание. Тяга штанги в наклоне, прорабатываешь спину. Давай, пошла. Таня, махи в стороны, с гантелями плечи, не хватает плеч. Тяга гантели в наклоне. Гантель берёшь и работаешь. Подтягивания на гравитоне с широким хватом. Ширины спины не хватает. Давай. Я так привыкаю к своим подопечным. И вот эта вот жестокая часть проекта, когда мы выгоняем одного из участников. Ну, наверное, девочки все такие сердобольные, поэтому ни с кем расставаться не хочу. Прям. За эти две недели я подсохла, у меня появился пресс. Раньше маньяка не было, он теперь появился. А что ещё? Питание нам корректирует, тренировки корректирует. Растягиваю широчайше и напрягаю в конечной точке. И медленнее вниз. Давай, вот. Хорошо. Медленнее вниз спускай и чуть задерживайся в верхней точке. Хорошо. Обратила внимание, что появились выскочки у нас на проекте, у которых уже, походу, звезда во лбу горит. С чего они считаются самыми лучшими? Потому что самая лучшая никогда в жизни не будет кричать о том, что она самая лучшая. У меня самая большая жопа. Да, самая большая жопа никогда не будет кричать, во-первых, об этом. И в бикини не главное, чтобы была задница. Короче, там сидит девочка. И вот мне кажется, она перепутала проекты. Она даже мне сказала, что в следующий проект я пойду на Дом-2. Вот и вали на свой Дом-2. А что ты здесь делаешь? Блин, ни кожи, ни рожи, блин, ни формы. Не забывай каждое повторение мышцы в работу включать. Супер. Ещё лучше. Чуть-чуть задержки, медленнее вниз отпускай. Растягивай побольше, широчайше. Супер. Сегодня я тренировала руки, потому что это единственное, что у меня не болит. Вот задница болит прям не могу. Причём реально болит одна бука, я не знаю. Кстати, это вообще, это просто пипец. Всю жизнь я тренировалась сама. И, блин, ну, конечно, прогрессировала, но как-то хреново. И тут за две недели эти два замечательных человека, Лариса с Пашей, взрастили мои буки. Я выложила в Инстаграм. Просто как бы там разница невероятная, что вы, и что стало. Вот реально, они округлились, оформились. У меня появились, ну, как бы, если это приводящие, то здесь. То, что с обратной стороны приводящих у меня появилось. Просто я вот, блин, золотые люди. Растягивай больше. Зачем подбородок немножко вниз, чтобы шею вниз-вниз, что шутевекс. Растягиваем. И сразу наверх точку ставим. Хорошо. Хорошо. Алена, заключительное упражнение. Добиваем спину на сведение лопаток. Тяга нижнего блока. Чуть-чуть корпус наклони назад. И максимально в конечной точке лопатки сводим. Подбородок чуть-чуть вверх. И плечи вниз. Выключаю из работы трапецию. Хорошо. Этот проект очень дисциплинирует. Я стала более правильно питаться. И просыпаться вовремя, ложиться вовремя. В общем. Сделаем растяжку. Растяжка важна. Она поможет в позировании. Плюс это ваши здоровые суставы. Коля, ты всем помогаешь. Только нежно. Это же девушки. И не в динамике. Тянемся и расслабляемся. Чтобы бревна не было. Выклоняемся вперед. Жестокий спорт, скажем так. Останутся одни из сильнейших. До конца проекта дойдут. И я всегда говорила и буду говорить, что это спорт. Бодифитнес, бикини. Вообще все, что касается бодибилдинга. Спорт генетически одаренных людей. То есть, если нет пропорций. То в любом случае, какую бы ты форму не выставил на соревнованиях. Все равно побеждает более пропорциональный человек. В нашей команде все добиваются своей цели. Чтобы дойти до финала. Кто-то пашет в зале ночами. Качает задницу свою день и ночь. А кто-то качает задницу в другом месте. В постели. Вот такое б***ь поведение я вообще терпеть не могу. Б***ь нахер с проекта. А есть у нас одна интрига. Ну, мы пока про это молчим. Оставим это на десерт. Шоу об этом узнаете скоро. Тренер команды «Левел Апп». Баранов Павел Сергеевич. Ставь занятий с 2007 года. Многократный призер чемпионатов Москвы и Московской области по бодибилдингу. Чемпион России по жиму лежа. Окончил Московский городской психолого-педагогический университет. Профессиональный тренер и диетолог. Автор множества популярных статей по бодибилдингу, фитнесу и диетологии. Увлечения. Кулинария. Литература. Медицина. Экстремальные виды спорта. Музыка. Сегодня у нас очередная тренировка. Но тренировать мы будем не мышцы, а позирование. Позирование также чрезвычайно важный аспект нашей подготовки. И от того, как вы будете себя преподносить на сцене, зависит то, какое решение касательно вас примут судьи. У нас, соответственно, два билдера и три физика. Поэтому позировать будут сегодня и те, и те. И в ваших интересах вашу собственную фигуру продемонстрировать в максимально выгодном свете. Что касается участников моей команды, то сказать могу в основном только положительное. Был один человек, который явно имел проблемы с дисциплиной. И он нас на первом же отборе покинул. Сейчас остались ребята более целеустремленные, более настроенные на результат. И с ними интересно работать. Они хотят выкладываться, хотят показывать все, на что способны. Сейчас мы, собственно, посмотрим на ваши пропорции. И начнем с фронтальной позиции. Так что давайте ставим пропорции спереди. В этой позиции вам очень важно поставить ноги так, чтобы они визуально создавали впечатление ширины и делали фигуру X-образной. В моей команде у нас осталось двое билдеров. По классике мы будем выступать трое мэнс-физиков и девочки. Четыре бикиняшки и одна боди. Все ребята очень крутые, все дружные, со всеми очень хорошо общаемся, все на позитиве. У нас одна цель – дойти до финала проекта, победить на этом проекте. Илья, стоишь хорошо. Дим, тяни живот и наклонись на меня немножко. Еще. Вот, хорошо. Втягиваешь живот. Прекрасно. И чуть-чуть выпрямляешь ноги. Чуть-чуть. Оп. Все. Замечательно. Сейчас очень хорошо вы стоите, запомните эту позу, но запомните ее не по зеркалу, а по собственным ощущениям, потому что на сцене зеркала не будет. Позировать поначалу тяжело, очень много напрягаешься, потеешь, держать живот тяжело. Ну, поначалу больше практики, я думаю, и дальше все пойдет. Пропорции со спины. Старайтесь делать переходы также плавно, красиво. Если вы будете смешно топтаться, то это тоже не плюс вам пойдет. Мы позируем вообще каждый день. Я, в частности, с утра после вакуума прожимаю постоянно ноги, потому что это очень-очень нужно на сцене держать живот и ноги, чтобы очень-очень хорошо выделялись. Потому что судьям больше нравится, когда человек именно очень глубокий, очень хорошая глубина мышц. Меня раздражает больше всего Кочетков и Симкин. Симкин вообще меня просто бесит. Постоянно орет там, как ненормальный, вообще матерится на своих там подопечных. Вообще, ну, еще картавый его этот голос, вообще меня просто так вот вымораживает. Физики, у вас гораздо важнее презентация, чем у билдеров. Для вас важно показывать максимально узкую талию. Во-вторых, для вас важно показывать максимально широкие плечи. При этом у вас должно быть позитивное, красивое лицо. Многие называют меня самый брутальный физик. Некоторые называют физрук. В общем, кому что нравится. Но в целом стараюсь соответствовать самому себе прежде всего. Поворот направо. Помните, что переходы также важны. Вы должны двигаться красиво, двигаться плавно, эстетично, грациозно. Конечно, мне нравится бодибилдинг. Ну, я думаю, у всех в тренировках какие-то свои цели. То есть, кто-то хочет стать таким огромным. Кто-то хочет просто поддерживать себя в форме, таким рельефным. Ну, то есть, там как раз такие подкатегории, как мэнс-физик есть. Ну, классики поменьше, конечно, тем бодики. Здесь также вы должны показать, что у вас узкая талия, что у вас широкая спина. Денис, чуть-чуть опусти плечи вниз. Чуть-чуть. Прекрасно. Ваня, чуть-чуть отклонись на меня. Очень хорошо. Красоваться не люблю, но так как нужно позировать, да, больше на позинг уделять внимание сейчас, когда вижу зеркало, да, то есть раз, раз, попозировал, посмотрел. И в этой позе вы можете очень аккуратно немножко пальцем прижимать косую мышцу, чтобы талию визуально сделать еще уже. Что же касается хейтеров, которые пишут различные комментарии по поводу того, что неинтересно подводить ребят. Ну, на самом деле, скорее всего, эти люди никогда не выступали на высоком уровне на соревнованиях и не знают, как много трудов, как много нюансов включает в себя подводка. Последние шесть недель то, что мы предоставляем ребятам, то, что наш проект может сделать, это фактически самая важная часть пути предсоревновательной подготовки спортсмена. Виктор Симкин и Ольга Блохина были не особенно довольны результатами своих подопечных. Тренеры подготовили ребятам сюрприз. После кардио парни провели тренировку спины, а девушки показали позирование. Всем привет! Ура! И у нас сегодня черная команда Виппи Лап. И они такие темные-темные. Унылые-унылые. Скучно. Я считаю, вы же ушки, потому что я на сорке. Тут-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Команда Виппи Лап пока мертвая, скажем так. Ребята не видят, не видят перед собой цели. И не хотят, наверное, включаться на 100%. Но я вижу 3-4 человека, которые уже должны отправиться домой. Привет, команда Виппи Лап. Наша черная душа сегодня с вами. Да. Вы, конечно, вроде бы положительные лица у нас. Но могу сказать одно. Я вот просто абсолютно вами недоволен. Недоволен в плане ни того, что вы не пашете в зале, ни стараетесь правильно соблюдать питание. Вы просто не включились. Вот мне такое ощущение. Я смотрю в ваши глаза, и ни у кого я не вижу огня. Я смотрю других участников, они, блин, везде. И тут, и тут. У меня жопа большая, у кого-то там сиськи большие, у кого-то там... Что у вас? Я смотрю на ролики, и я никого не запомнил из вас. Ни одного человека. Я забыл, как вас зовут. И для сегодняшней работы мы выбрали тренировку, которая постарается, я не знаю, постарается открыть ваши внутренние чакры, я не знаю. Я хочу, чтобы выигрывали каждое соревнование, и не только сцену. Окей? Окей! Окей, Бе! Окей! Две минуты мы обычно крутим велосипед. Одну минуту в стойке. Окей. Сейчас мы еще две минуты разровнемся. Чуть быстрее вращаем велосипед. Поднимаем частоту сердечных сокращений. Разогреваем суставы, связки, поясница, естественный прогиб. Поставили нагрузку. И пошли в стойке работать. В стойке. Во! И в стойке покрутили. И меня не взял? Не-не-не-не-не-не-не-не. Виктор, Виктор, с ноги на ногу, с ноги на ногу. С ноги на ногу, да. Я в каждого из вас верю, я в каждом вижу потенциал. Я бы тогда вас не выбрал, тогда я бы для всех выиграл для первого голосования. Я бы выиграл того, кто право не тянул. Но еще таких много я вижу в глазах ваших это. И не думаю, что ты первый не вылетишь, понимаешь? Сейчас мы встаем в стойку, начинаем вращать педали. Кто жопу свою посадил, тот вылетает. Кто останется последний? Кто останется последний? У того иммунитет на последующем обывании. Три, два, один, в стойку. И я пошел крутить. Не, я кручу сам, покручу. Не волнуйся. Сегодня вы показали мне, я думаю, Оле тоже, что вы все красавцы. Вы правда показали себя, что вы не собираетесь сдаваться. И я в каждого верил, я знал это. Я знал это, что в вас сидит этот чемпион. Так что вы спокойно можете слезать с этих херовых велосипедов. Я сегодня правда увидел в вас настоящий огонь, настоящее сердце и настоящую душу. Вы красавцы. Сегодня вы правда показали себя. Девчонки бодифитнес, езжайте в свой Урюпинск домой, потому что у вас нет здесь шансов. У меня плохие новости. Команда Островит просто выносит нас вообще, я не знаю, хуже некуда. И знаете, чем они выносят? Ни формой, ни лицом. У них просто охрененный дух. Они на камеру говорят, что я вообще королева, я лучшая. Вот мне нужно, чтобы вы тоже так считали. Давайте, первая поза. Правая рука, правая нога. Уходим на правую ногу. Правая, ты знаешь, где правая нога и правая рука. Сегодня вообще никак. Дровяные просто подводят меня. Я не знаю, что с ними делать. Именно по духу, знаешь, все равно форма. Это можно успеть сделать, там замазать, подмазать, воду убрать. Мне бесит их вот настрой на самом деле. Вот знаешь, не рвут они. Я вам говорю, растягивать вот это место обязательно всем бикиняшам. Нужно растягивать поясницу, делать мостик с утра. Давайте еще прогибаемся на тени живот. На самом деле, недовольство от тренера – это огромный пинок под зад. Когда тебя стоят и ругают, не только стыдно, а, да, это, наверное, толкает только вперед. Вперед, вперед и вперед. Вы должны включаться каждый раз, когда вы встаете, позировать. Каждый раз улыбка. Каждый раз королева. Каждый раз прожимаем все мышцы, спина, живот втянут. Сравнить с результатами, когда смотрели форму тренера, там, изначально, там, в первый день проекта. И что сейчас, ну, конечно, есть результат даже, ну, видно. И наставники, конечно, тоже говорят об этом. Так, я поняла, мои просьбы не работают. Давайте я позову человека на массе, она веселая. Может, у вас сушка, вы уже плачете. Вик, пожалуйста, помоги. Давай, развеселее этих, этих бикиняшек. А как мне встать? Вот так? Вперед растягиваешь, вперед, вперед там тянешь, растягиваешь. И через полукруг открываешь спину, растягиваешь лопатки. Давай. Вот сюда еще. Вот это мясо, что вылезло здесь. Давай, давай, давай. Я думала, что реалити-шоу – это просто, это смешно, это игра на камеру. Но сейчас я понимаю, что здесь нужно попотеть и нужно постараться, чтобы здесь остаться. И я буду делать все для этого. Глубины в спине обязательно надо добавить. Это актуально абсолютно для каждой категории. Будь ли это мэнси-зик, будет ли это классический бодибилдинг, или будет ли это бодибилдинг. Неважно. Мы будем сейчас с вами исправлять основные ошибки ключевых движений, которые у нас есть в программе. У нас сейчас 8 человек осталось, да? Мы сейчас по двое разобьемся на каждое движение и начнем работать. Постараюсь вам помочь в правильной технике выполнения движения. Делать его максимально качественно и работать, как говорится, чем? Головой. Абсолютно верно. Поехали. Они должны, наверное, впитываться лишь как губка, как спанчбоб, блин. Слушать нас. И если там кто-то чего-то не слушает и делает отсебятину, поверьте мне, ребят, все-таки у меня есть багажнаний, у меня есть ребята, которые добивались суперрезультатов. Я из любого могу сделать прогресс. Здесь самая главная задача ни в коем случае не прогибать свою спину и не переносить нагрузку сюда. Да? И в область поясницы здесь вся нагрузка должна быть сконцентрирована на середине спины. Соответственно, движение, да, движение четкое, подконтрольное. Ты немножко, наоборот, даже округляешь спину и отсюда начинаешь натягивать руками. Соответственно, твое движение, видишь, получается, очень сильно задействует заднюю дельту. Соответственно, чтобы выключить заднюю дельту, ты должен сделать полукруглое движение. Соответственно, вот рукой своей, да, и делать должен движение больше вот сюда, к бедру. И не прогибая спину. Поехали. Во! Конкурентов для себя я здесь на проекте не вижу, если быть серьезным. В команде есть один человек, его зовут Пернев Сергей. Но я думаю, он уедет домой просто со слезами, как бы, а я войду на пьедестал и принесу золотые медали и кубки нашей команде. Тут без сомнений и вне конкуренции. И все спиной, без рук. Бам, медленно. Плавно не расслабляй. Не расслабляй ее назад. Контролируй также движение спиной и назад, да, не руками. Не расслабляй ее. Постоянно растягивай. В голове мы постоянно растягиваем спину. Плавнее вниз. Плавнее. И ехать плавнее. Плаву. Есть контакт. На самом деле, на данный момент все мысли в голове только о подготовке. Нехватка углеводов тоже сказывается о себе. Несмотря на, я бы так сказал, сочных телочек, которые ходят у нас в хостеле. Как-то не особо вызывают. Все мысли чисто только о тренировке, подготовке и о взятии первого места. Очень важно здесь, это удержать правильное положение корпуса на протяжении всего движения. И не делать ни разворотов, ни наклонов. Мы зафиксировали себя, как удобно, на ладони, на предплечье. Заняли положение на трех точках. Колено, нога, соответственно, да, и устойчивое положение. Палец всегда за гантели. Не надо держать жестким хватом за гантелей. И мы делаем плавные движения. Четко в спину, контролируя положение. Почему я, а не другие физики? Если взглянуть сейчас на всех физиков, может быть, по отдельности, да, они модные и стильные. Но если их всех поставить в ряд, они все одинаковые. У них все здесь выбрито, здесь какой-то петушок. У них нет стиля. У меня будет стиль. Так можем и там, и 150 килограмм делать, и результата никакого не будет, потому что будет работать жопа, будет работать поясница, будет работать все и сразу. Мы здесь должны четко нагружать спину. Для этого нужно обязательно взять кистевые ремни. Четко зафиксировать положение корпуса. Жесткий живот, жесткая поясница. Хват, палец сверху обязательно. Не нужно делать большой наклон, это ни к чему. Сделали жесткое положение, где-то 7,60 градусов. И мы плавно начинаем разрывать титул. Бам! Спину сжали. И плавно отработали назад. Бам! Думаем головой, четко набегаем спину, совершенствуем тело и дух. Так что давайте, ребяточки, до следующего раза. Как всегда, приятно было с вами поработать. Не забудьте, что в воскресенье выгоним четверых. Сегодня мы хорошо потренировались с Виктором по его специальной системе. Это как слоу-моушен. То есть надо включать мозг и очень медленно двигаться, двигаться, работать мышцы, прочувствовать именно целевую мышцу. Я думаю, эта система еще поможет нашей команде выделиться на фоне других. Пока на проекте я вижу только девочек. Ребята не хотят раскрываться, хотя потенциала в них намного больше. Потому что в культуризме можно всегда показать форму. У девочек показать форму намного сложнее. Ребята, это вам на заметку. Потому что если вы сделаете форму, такую, которой будут восхищаться миллионы, тогда и вам будет намного проще развиться в плане финансовом, ну и, наверное, медийным. Команда «Риалфарм». Иван Кочетков не изменяет своим принципам. Тренировки проходят жестко и продуктивно. Юлия Землянкина с девушками оттачивала позирование на сцене. Всем привет, с вами Рикбанда «Риалфарм». И сегодня мы будем бомбить мышцы. Сегодня опять проведем хорошую интенсивную тренировочку с ребятами. Будут несколько групп мышц. И посмотрите, чё и как выйдет. Да! Раз, два, три. Давай, таких 20 повторений, 5 подходов. Отдых где-то 40 секунд. По поводу вылетов уже становится сложнее. И на данном этапе у меня уже сложности возникают. Уже не знаю, кого выгонять, если честно. Потому что ребята, как бы, ну, на хорошем уровне. То есть, я, в принципе, всеми доволен. Ну, кроме Поттера. Поэтому я его сегодня наказал. Вверх пошел, плавно, плавно. И заводи вниз. Гамба. Продавливаешь. Детям, должен карандаш прям зажать. Не разворачивай сильно внутрь. И не бери вес большой, тебе делать по 15 повторений. Делайте 5 подходов, по 15 повторений, отдых где-то. Ну, тогда встать, ты, значит, неправильно делал. Потому что по идее ты должен был уже убить. Сегодня на тренировке я посчитал, что нагрузка для меня была слишком маленькой. Поэтому я объединил упражнения с другим суперсет. Ваня это заметил. И поэтому отстранил меня сегодня от тренировки и от позирования. Ты что делаешь, братан? Тягивай. Да? Смотри, во-первых, выкинь коленочки. Чего ты их поджал, как писающая девочка. И смотри, и прогиб туда сделай. Не пузо, а грудь. Клечи назад уведи немножко. И теперь тянись. Ты должен как будто локтем себе в ребро. Вот у тебя работает спина. Понял? Вот так и подтягивайся. Тренировки с Ваней Кочетковым проходят для меня в не очень привычном режиме. Потому что раньше занимался вообще по-другому. Сейчас он чуть-чуть, так скажем, перестроил тренировочный процесс. Поэтому вот легкие какие-то вещи, да, и нюансы, они уже, как бы, кажутся для меня непривычными. Работы очень много. Серьезная конкуренция. И это даже интереснее. Люблю состязания. Люблю работать над собой. Поэтому проект, в принципе, для меня. И я готов идти до конца. Живем мы в хостеле. Дружно живем. Бывает, там делимся едой, если что-то кому-то не хватает. Всякие случаи бывают. Ну, коллектив хороший, на самом деле. Прогнулись, лопатки свели. И когда опускаете, как будто ходите в ладошки хлопнуть. Растянули. На вдохе. То есть, задача продавливать грудные максимально. Тренировки супер. Иван Кочетков тренер наш. Супер тренер. Респект ему большой. Скучать нам не дает. Загружает по полной. Следую всем рекомендациям тренера по диете, по тренировкам. Ташу Иванову большое спасибо. Что-то в моей команде все-таки здоровые. Я какой-то дрищ. Когда на кастинге был, ты такой стоишь, думаешь, да никого нету, что тут какие-то все дрищи. А потом, когда попал в команду, всех отобрали. И ты такой понимаешь, что что-то ты, походу, ошибся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вик, что происходит у вас здесь? Работаем. В смысле работаем? Думаю, протеин мешает. Братан, братан, не мешаем, а протеин. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА По поводу тренировок Вани Кочеткова, как он с ними занимается, ну, жестко, так как надо. Тем более сейчас на носу старт. Осталось совсем ничего. Нужно, блин, гонять жирных. Привет, сегодня у нас позирование. Будем показывать свои положительные стороны. Отрицательные, будем их исключать от глаз судей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Открывай широчайше, учись. Плечики не зазираем. Наша команда, мне кажется, как бы кто-то не считал, что мы какие-то немножко там в конкурсах проигрываем, немножко лузеры. Но у нас достаточно сплоченная команда, и цыпы всех порвут. Я бы развернула левую ножку чуть-чуть, да? Широчайше, раскрою. Вот этого движения не должно быть, да? Должно просто стоять и включить, чтобы никто этого не заметил. Я тебе буду, если что, со сцены там махать и говорить, что не так. Мне очень нравится Юля как тренер, очень позитивно и как человек, и как тренер. Мне нравится, как работать со всеми девочками. Отдельно вырабатывает позинг с ними. В принципе, меня все устраивает. Улыбайся. Еще пошире хочу. Вот. Так, рука расслабленная. Широчайшая есть, но ручка расслаблена. Отпусти. Носочек чуть-чуть вправо разверни. Вот. Тренируемся не только с Юлей, но и с Ваней. Ваня убивает, конечно, на тренировках. Ну, и Юля тоже нас убивает. Вообще, как бы, мне нравится, когда меня убивают. И мне надо прям чувствовать, что тренировки, то есть, чтобы я после тренировки вообще еле как ходила. Все ребята настроены только на победу. Скоро мы узнаем, насколько силен их дух и на что они способны ради победы. Будьте в теме. Подписывайтесь на канал Боди Мания. Мне не хватает углеводов, и я не доедаю. Но каждый день я в зале мясо набираю. Спортивное питание от Випилап Нутришн. Спасибо вам, друзья. Без вас мы еле дышим. Еще хочу сказать, я про наставникам нашим. Супер про. За то, что поднимают нас со дна. Это Симкин Виктор и Ольга Блохина. Кто герой проекта? Теперь ты в теме 3. Это Байкин Виктор. Не веришь? В финале за мной следи. Байкин Виктор. Байкин Виктор.